Бавлинский нефтяников Бавлинский нефтяников Бавлинский нефтяников Бавлинский нефтяников Бавлинский нефтяников Я считаю, что таких героев надо и в средствах массовой информации прописывать, говорить, пиарить. Это действительно героический поступок, рисковал своей собственной жизнью, спасая человека. О состоянии дел в животноводстве, в частности в молочном производстве, рассказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Фарид Киамов. Хорошая динамика наблюдается в четырех крупных хозяйствах. Общество «Березовские зори» прирост к показателям прошлого года 17%, КФХ «Минулин» и общество «Николашкино» 10%, и общество «Берлик» 9%. Тому способствовали хорошая заготовка молока, заготовки кормов, мягкий климат этого года для зимы. Также Зайнский сахарный завод у нас отпускал свекловичный жонг, в принципе почти бесплатно. Ряд хозяйств мы письма отправляли в господию с этим моментом. Допустим, КФХ «Минулин» целую неделю возил на КАМАЗах, прицепами. Жонный интенсивный корма, куда входят сахара, то есть он объективность коров висюлизно повышает. Но есть и негативные такие немножко данные. Есть отстающие хозяйства, это ООО «Опаковка», «Егенщи», «Хозяев», «Беке». У них отрицательный прирост по молоку на сегодняшний день. В ходе аппаратного совещания глава района Рамиль Гатятуллин уделил особое внимание обеспечению населения водой в предстоящие праздничные выходные, а также очистке от снега, вывозу мусора, вопросу антитеррористической защищенности мест народных гуляний. В завершении совещания заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Эльмира Хуснулина сообщила, что по поручению главы района для всех детей от 1,5 до 6 лет, не посещающих детские сады, подготовлены новогодние подарки, которые будут розданы в ближайшие дни. Новогодние подарки для неорганизованных детей, это у нас дети от 1,5 до 6 лет, которые выходят в детский сад, не охвачен для школьного образования, поэтому сегодня-завтра главы сельских поселений вы получите, пожалуйста, я прошу вас уже в новогодней форме это преподнести, организовать утренники в городе, но сейчас тоже продвинут. И хочется мне выразить слова благодарности выдувала бы нефть, тоже за оказание благотворительных подарков нашим детям-инвалидам, социальному приюду семьи, ремонтационному центру Шатлык и дом-интернат для представителей. Большое спасибо.